В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте. Начинаем наше занятие. Сегодняшняя тема нашего занятия – одинарный лежачий фальс. Мы сейчас подготовили лист железа. Сейчас мы на нем сделали с двух сторон. С правой стороны, если смотреть, вот меня. Мы сделали отгибку сумок 5 мм или П-отгибка. С левой стороны мы сделали разметку на отгибку уже 35 мм. Это малая отгибка для Г-отгибки. Сейчас мы делаем это все по схеме, которая у нас имеется. То есть, если разобраться, вот та часть, которая у нас заштрихована, это у нас будет ослабление фальса на П-отгибке и ослабление фальса на Г-отгибке. Ну, а теперь переходим к разметке. Обучение кровельщиков по металлу на разряд. Колледж водных ресурсов. Профессионально, качественно, 15 дней в оборудованной кровельной мастерской. Телефон на экране. Так. Становили. И для того, чтобы нам сделать линию сопряжения, мы применяем фальсовое лекало. Прикладываем его, как сейчас видно. И будем проводить линию сопряжения вертикальной и горизонтальной кромки. Прикладываем его, как сейчас видно. Линия сопряжения у нас вверху. Эта кромка у нас отчерчена 25 мм. Горизонтальная кромка у нас отчерчена 35 мм. Прикладываем и карандашом прочерчиваем линию сопряжения. Линию сопряжения мы провели. Продолжаем наше занятие. Радиусное окончание гребни удлинённое. Правую картину мы установили. И теперь будем сейчас обрабатывать наш рез, который у нас получился черновой. Для этого мы будем... Да, вот здесь заусенцы у нас получаются. Самая большая и не эта. Там есть другие. Будем работать радиусными вот такими ножницами. Они у нас правые. Подчеркиваю, не левые, а правые. Будем резать. Потому что кромка у нас здесь будет с правой стороны. Начинаем резать, значит, сверху. И небольшой такой делаем рез. Такими небольшими движениями плавными. И срезаем вот эту вот часть, которая у нас получилась первоначально в черновом варианте. И сейчас мы спускаемся вниз. Работать надо учиться этими радиусными ножницами правыми. В своем арсенале обязательно иметь и левые, и правые. Постараемся еще раз срезать. Ну, и срезаем небольшой там миллиметр где-то. Такая вот у нас идет. Для того, чтобы нам брать вот эти вот заусенцы, которые у нас остались от первого чернового реза. Ну, по большому счету, у нас этот рез не особо, если бы мы его отгибали, то он бы у нас смог порваться. А так у нас для, чисто для того, чтобы было у нас все эстетически правильно и верно. Мы сейчас просто с ним и работаем. Итак, мы отрезали то, что у нас было лишнее, заусенцы. И для того, чтобы к металлу как-то привыкать, мы еще сейчас его попробуем обработать еще и другим инструментом. Другим инструментом, чтобы почувствовать металл. Металл у нас 0,50. Вот такой вот попробовать. Попробовать. Да, еще есть заусенцы. Таким вот, можно сказать, небольшим кусочком этого же металла. Вот почувствуйте, вот тут все вот такое все после нашего реза. Вот уже приобретает уже более-менее удобный, нужный вид. Вот так это выглядит. Можно напильником пройти. Ну, здесь обязательно тщательно, конечно, это то, что у нас будет отгибаться, так делать. Можно также использовать и надфиль, но мы в данном случае используем полукруглый напильник номер 2. То есть он довольно-таки такой мелкий. Ну, чтобы почувствовать, как у нас получается такой вот рез, мы его сейчас дорабатываем и сейчас пробуем. Ну, сейчас более-менее нормально. Более-менее нормально. С левой стороны, с правой. Таким образом мы подготовили нашу линию сопряжения, нашу линию реза для дальнейшей работы. Готовили для дальнейшей работы. И сейчас мы будем подготавливать нашу вторую картину, которая у нас слева. Как мы помним, она у нас имеет отогнутые кромки. То есть у нас с левой стороны оберфальс. То есть это 45 миллиметров отгибка. И нам нужен этот профиль, который у нас 45 миллиметров или оберфальс. Нам нужно это все разогнуть. Ну, и чтобы это было лучше видно, мы сейчас это все проделаем на кроельном столе. Будем использовать вот такие вот конвертные клещи штубай прямые. И для того, чтобы разогнуть, вот наш профиль. Мы сейчас это все будем делать при помощи этих конвертных кроельных клещей. То есть мы сейчас отогнем кромку 9 миллиметров. Маленькую кромку эту. И потом начнем вот с этой маленькой кромки 9 миллиметров. Конечно, когда у нас эта картина вся установлена и она уже у нас находится на месте, то это мы делаем все, конечно, по месту. Но для того, чтобы было понятно, как мы можем это все разгибать, разгибать до этих целей учебных, мы делаем это все на кроельном столе. То есть делаем это не спеша, постепенно. Сейчас мы отгибаем кромку 9 миллиметров, как мы помним. Нам нужно разогнуть 9 миллиметров и 11 миллиметров, две кромки, для того, чтобы нам уже работать с окончанием гребня под радиусное окончание гребня. Таким вот образом мы отгибаем, разгибаем эти все кромки в обратную сторону. Делаем это не спеша, постепенно. Нам здесь еще немного осталось. С левой стороны выпрямляем. Поднимаем кромки вертикально. 9 миллиметров и 11 миллиметров, две кромки. Вот так вот это выглядит. Вот так это выглядит. Выпрямляем по возможности. Ну и у нас сейчас получается, что мы подняли кромку 45 миллиметров. Сейчас прикладываем наш шаблон. Смотрим, немножко нам еще нужно вверху добавить разгибку. Ну и сейчас мы отогнем кромки еще немного сверху. Устанавливаем прямо в точку гиба и в линию гиба. И разгибаем сначала 9 миллиметров, потом 11 миллиметров. Ну и там ректуем. Ректуем, уже поднимаем полностью отгибку 45 миллиметров. 45 миллиметров. Ну вот так это выглядит. Прикладываем наш шаблон. Радиус на окончание гребня удлиненное. Вот сейчас уже у нас получается уже более-менее отходящее. Вот сейчас мы будем нашу картину, которую мы подготовили. Которую мы разогнули на крыльном столе. Это левая картина у нас. Там, где у нас большая отгибка 45 миллиметров, то есть оберфальс. Мы сейчас эту левую картину, мы сейчас ее будем фиксировать. С правой картиной для того, чтобы нам сделать радиусный гребневый фальс, удлиненный. Посмотрели так. Неплотно она еще прилегает сверху. Все, дополнительно сейчас ее немножко подриктовываем. И сейчас мы... Нам надо ее закрепить. Так, все у нас получается. Нам надо выставить еще выпуск сделать. 35 миллиметров. Ну и сейчас мы ее будем закреплять при помощи зажима, крыльного зажима. Крыльные зажимы обязательно надо иметь, потому что без них, как вы видите, неудобно. Итак, мы установили слева левую картину, зафиксировали зажимом. И теперь наша задача на этом уже... На этой с левой стороны картине провести уже рунку. Которую мы будем затем отгибать. Ну, разные есть способы. На прошлых видео я показывал, как это делать при помощи точек. А в этом видео можно применить еще такой способ, как циркуль. Можно применить такой инструмент, как циркуль. Сейчас мы устанавливаем камеру для лучшего обзора. Немножко ее поправили. И сейчас наша задача отогнуть крыльку. Она будет 8 миллиметров. На глаз новичку это очень сложно. Сразу так вот проводить с запасом 8 миллиметров. По линии сопряжения. Поэтому мы будем... Сначала мы проведем линию. То есть от этой линии нам надо будет отложить 8 миллиметров. То есть это наша линия. Это контрольная линия. И к ней надо добавить кромку 8 миллиметров. Чертим мы ее фломастером, чтобы ее было видно. Чтобы было видно. Вот используем вот такой циркуль. Уже отложили 8 миллиметров. Он недорогой. Недорогой циркуль. И используем вот эту часть. Нижнюю и верхнюю. Ну, для того, чтобы проводить линию, нам нужно будет вначале это все подготовить. Чтобы у нас... Прикладываем. Вот немножко у нас карандаш. Недостаточно. И вот сейчас вот начинаем уже чертить. Отчерчивать эту линию. Эту линию. Она четко у нас будет 8 миллиметров. Делаем не спеша. Используем вот такой нехитрый инструмент. С карандашом. Очень удобно, потому что этот карандаш можно настроить. И спокойно вот такую линию, аккуратно, четко 8 миллиметров провести. Такую четко уже линию провести. Проверяем так немножечко. Разгибаем нашу кромку. 45 миллиметров. Оберфальс. Так, еще поближе устанавливаем камеру. Ну, и теперь наша задача... Вот это делаем мы радиусными ножницами. Правыми. Правыми ножницами. Не путаем с левыми. Вот так они выглядят. Используем правые ножницы. Радиусные правые ножницы. Ну, есть разные способы. Вот мы можем сразу вот так начинать резать. Но есть еще вариант, когда вот у нас, видите, у нас опыта еще мало. И нам еще требуется наглядь, чтобы вот так сразу резать. Ну, есть такой способ, когда можно это все подрезать. Сейчас немножко подриктовываем при помощи конвертных клещей и кровельных, чтобы у нас плотно все примыкало. И было вертикально. Немножко вот так подриктовываем. Ну, и есть такой способ, когда мы можем, вот, чтобы нам легче было уже резать по линии, по линии реза, чтобы нам легче резать. Мы можем начинать сразу вот радиусными ножницами. У нас вот эта вот часть начинаем-начинаем резать. Начинаем резать. Ну, вот у нас, видите, у нас кромка справа получается. Не очень удобно она. Так мы когда режем. Ну, не спеша, не спеша, можем вот так резать. Ну, видите, у нас вот эта кромка с правой стороны. В данном случае, если смотреть сверху, она будет справа, а так для нас она слева. Вот, но мы же режем сверху, поэтому для нас это кромка справа. И вот мы для того, чтобы нам облегчить рез, есть такой способ. Мы надрезаем, надрезаем, и таким образом у нас рез пойдет более плавно. Более плавно. Есть такой способ. Его используют немецкие кромечки. Ну, мы тоже можем его воспользоваться. Так, нам надо отогнуть именно направо, потому что налево она. И вот сейчас, вы видите, нам уже легче с этой кромкой управляться с правой стороны у нас получается, что у нас правые радиусные ножницы. И не спеша вот так режем, видите, удобней. Удобнее довольно-таки резать. Ну, приходим на финишную привую. Другое дело, очень главное тут для того, чтобы это все отрезать, нам необходимо поменьше делать заусенец. Это самое главное. Ну, кончание вот сейчас это можно отрезать и подрезными ножницами, то есть с насечкой. С насечкой можем эту часть. Ну, когда появится опыт, то одними ножницами, конечно. Удобно одними ножницами все подрезать. Ну, в данном случае мы проверяем. Ну, этим же металлом небольшим чувствуем, как у нас получился рез. Ну, более-менее так ровный. Но это очень важно нам, чтобы не было заусенец. Они бывают явные, бывают такие микроскопические. Поэтому для того, чтобы обезопасить и себя, и чтобы эта кромка, она у нас сделала все то, что она может порваться. Да, у нас еще чуть-чуть вот здесь проверяем. Немножко можно срезать. Ну, применяем наш напильник номер два. Напильник вот так выглядит торец нашего реза. Ну, вот видно, что надо немножко подработать. Ну, по-разному. Некоторые используют надфиль. Ну, надфиль это совсем такой мелкий, самый мелкий какой только есть напильник. Ну, в наших учебных целях мы вот проверяем все заусенцы вот таким же металлом, небольшим таким кусочком железа. Проверяем, есть ли заусенцы. Здесь самое главное не допустить вот эти микрозаусенцы. Потому что если их прозевать, то тогда у нас в этом месте будет, как бы мы ни старались, у нас будет рваться железо. Поэтому нам важно чистота реза, чтобы была чистота реза. То есть тут недопустимы никакие не мелкие, тем более крупные заусенцы. Поэтому мы здесь так вот тщательно это все обрабатываем. Можно, я как говорил, можно использовать надфиль, пожалуйста. Круглый надфиль можно использовать. Ну, мы учимся, нам нужно вот все это так вот пройти аккуратно. Аккуратно. Ну, чувствуется, что железо на этом месте, оно, как оно срезано. Аккуратный рез. Должен быть опрятный и аккуратный рез. Опрятный и аккуратный рез. Самое главное. Потому что если мы будем неаккуратно делать, у нас мы прозеваем такую мелкую заусенцию, и тогда у нас будет некачественный радиус на окончание гребня. Мы хотим сделать его качественно. Ну, и здесь вот уже получается у нас для того, чтобы, так как у нас инструмент не отшлифован, попробуем сейчас применить такой малярный скотч. Ну, он тонкий, конечно. Ну, по возможности, какое-то количество царапин, каких-то количеств царапин мы избавимся. Приклеиваем малярный скотч, хотя он оказался не очень, я вам скажу, удобным. Забегаю немного вперед. Поэтому можно что-то использовать и потолще. Нужно и потолще использовать. Что он бумажный, тонкий. Для наших учебных целей нам надо запомнить, что в этих местах, где у нас прикладываем массу инструмента сюда, прикладываем усилие, и в этих местах, естественно, мы можем поцарапать железо, его нарушить местами. Хотя это неплохое, я скажу вам, неплохое покрытие. Вот этот металл, это металл 0,50. Ну, а вот еще с правой стороны тоже этот скотч приклеим. Ну, попробуем, попробуем. Попробуем. Ну, конечно, он уменьшит количество зацепов, царапин. Ну, вот у нас металл 0,50 толщина. Ну, цвет паралл я уже не помню. Ну, самое главное, что это металл, он, так будем сказать, средний. Средний так тянется. Ну, с ним более приятно работать, чем вот с этим серым металлом, из которого у нас сделана планка, которая у нас вот, планка-капельник сделан. Это металл черный, он гораздо приятнее с ним работать. Мы сейчас немножко удалим эту бумагу, чтобы она у нас совпадала с резом, с линией реза. Ну, и еще вот проблема для начинающих. Как теперь эту кромку отгибать? Есть разные, разные способы. Ну, кто-то это отгибает щипчиками, так называемыми. Щипчики это такие небольшие крыльные клещи. Их изготавливают две фирмы. Может, больше изготавливают, но я знаю только две. Это Эрди и Штубай. Эрди и Штубай. Но они мне не особо нравятся, потому что у них ширина губок 20 миллиметров. Я считаю, все-таки на такое. Ну, и вот в этом месте нам мы будем подрезать. Можно, конечно, не подрезать. Подрезаем ножницами подрезными, рычажными. Вертикально, горизонтально. Вертикально подрезали. Можно не подрезать. Ну, так как мы рекомендации все выполняем, мы подрезаем. Так как мы делаем все по инструкции, стараемся все делать по инструкции. Поэтому мы применяем здесь клещи для карнизного свеса. Они 15 миллиметров. Ширина у них губок. Ну, вроде бы на 5 миллиметров меньше, но это как раз вот для того, чтобы нам эту кромку постепенно надо нам отгибать ее. Потому что у нас можно было, конечно, при помощи киянки круглой это все отгибать. Но для этого требуется карнизная оправка. Карнизная оправка. Но у нас ее нет, поэтому мы будем работать то, что имеем. То есть мы будем работать при помощи клещей крольных, для карнизного свеса. Для карнизного свеса. Так у них очень... Такие... Вот еще нам нужно закрепить, конечно, левую картину через металл, чтобы не царапать. Нам надо привыкать как можно больше жалеть металл. И через металл мы зажимаем его, фиксируем. Вот у нас теперь металл никуда не денется. У нас зафиксирована левая картина. И теперь можно отгибать кромку. Кромку вот такими вот клещами. Так они выглядят для карнизного свеса. То есть у них ширина губок как я говорил 15 миллиметров. 15 миллиметров. Ими отгибать гораздо удобней. Ну, для меня кто-то может привык уже щипчиками отгибать. Для меня удобней отгибать вот такими клещами для карнизного свеса. отгибаем постепенно кромку 8 миллиметров. Прямо по... Ну, здесь рекомендуется миллиметр прибавить. Можно, конечно, миллиметр прибавить вот по линии сопряжения. Вот у нас черным цветом она поломастером эта линия видна. Прибавляем 1 миллиметр на загиб и постепенно постепенно отгибаем кромку 8 миллиметров. Ну, так вот она выглядит спереди. Как мы отгибаем кромку вот таким образом переворачиваем уже следующий второй переворачиваем и мы тоже постепенно отгибаем нашу кромку. Степенно отгибаем нашу кромку. Вот если бы мы не взяли бы этот малярный скотч, то у нас могли бы появиться царапины на кромке. Так у нас более-менее качественно. Продолжаем отгибаем. Ну, вот такие вот есть еще. Ну, это конечно если у вас нет таких клещей, как клещи кроильные для карнизного свеса фирмы Штубай, вот есть еще такой вариант. Ну, это если у вас совсем нечего нечем отгибать. Ну, здесь нужно их подработать. Ну, это как крайний вариант. Как крайний вариант. Их нужно подработать. То есть, там у них есть внутри вот эти вот губки. Они с насечками их надо, конечно, с напильником их убрать. Ну, это так сказать пожарный вариант. если нет вот этих вот профессиональных профессионального инструмента. А хочется отгибать кромку. Ну, и мы сейчас продолжим работать с нашей кромкой. Сейчас мы продолжим работать с нашей кромкой. Прикладываем оправку и вот таким молотком крестовым. Да, это место такое. Такой крестовой молоток. Вот. Крестовой, потому что у них расположение перекрестное бойка фирма Фроинт. Весь инструмент в этом видео можно приобрести на крупном сайте интернет-магазин номер один механика спб.ру весь инструмент в один крик, то есть мы можем это все приобрести и с доставкой доставкой можно это все ну как к ним попасть в сайт я укажу на этом видео. Но сейчас у вас появится на экране. Итак, мы работаем оправкой, приставим молотком, постепенно отгибаем нашу кромку 8 миллиметров мы защитили скотчем белым малярным скотчем он сейчас еще раз вот это самое сложное здесь конечно требуется умение определенное но если вы учитесь и делаете это все вот нужно сделать хотя бы 10 таких радиусных окончаний гребня у вас уже появится умение то есть вы уже знаете и будете уметь это делать ну и следующий этап навык когда вы сделаете уже больше 10 20 30 40 там уже у вас появится навык уже руки сами будут автоматически это все делать то есть думать как это делать вы уже не будете уже будете иметь навык сейчас надо это все согнуть дело в том что нужно это все делать постепенно потому что если мы это все будем быстро отгибать сразу то то у нас порвется там где у нас кромка 8 миллиметров у нас железо даже без всяких заусенцев оно и так может порваться его нужно растягивать постепенно вот по линии гиба его нужно растягивать вот в чем смысл этой отгибки 8 миллиметров ну некоторые рекомендуют использовать не 8 а 5 миллиметров мы сейчас используем круглую киянку безотбойную степенно степенно ну сейчас проверяем да мы ее уже загнули сейчас будем убирать наш белый скотч наш белый скотч потому что мы завершаем уже эту работу по отбитке нашей кромки 8 миллиметров 6 шат 6 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok